Борьба с коррупцией в последнее время в тренде. В четверг в Иванове открыли областное отделение общественной организации Национальный комитет противодействия коррупции в Российской Федерации. О целях и задачах нового ведомства журналистам рассказал один из его основателей, руководитель агентства журналистских расследований Марат Хайрулин. Люди, которые один на один создаются с этой системой правоохранной, которая создана, они теряются, им нужно не то что поводырь, им нужны какие-то целеуказания, им нужна какая-то помощь, им нужно разобраться, где хороший адвокат. Адвокатский рынок тоже очень тяжелый, не хватает иногда просто ресурсов у людей защищать свои права. И поэтому, если мы просто сможем даже чем-то помочь в этом плане, тоже хорошо. Бесплатная юридическая помощь людям, столкнувшимся с произволом во власти и правоохранительных органах. Экспертиза в различных областях. Вот что могут предложить ивановцам. Встречи с гражданами планируют проводить еженедельно. У нас будет работать офис по приему граждан. На днях буквально мы его откроем, совершим определенные организационные процедуры и в социальных сетях сообщим, соответственно, об этом во всеуслышании, место и время приема граждан. Работаем на основе приема граждан. Граждане смогут прийти, рассказать свои проблемы, может быть, привезти какие-то документы. На месте мы их посмотрим и будем вырабатывать какой-то алгоритм решения проблем. С коррупцией борются многие, но пока никто не одержал победу. Есть, например, фонд Алексея Навального. Структура намного масштабнее новообразованного комитета, который, по мнению общественности, нужен только для отвлечения внимания от оппозиционной инициативы. По словам руководителей новой организации, они на политику не ориентированы и мыслят в менее глобальных масштабах. Их задача – помочь людям в регионах. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.